МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости в эфире. Здравствуйте. Завершаем рабочую неделю. Поговорим о главном на сегодня и чем запомнятся уходящие дни. А новостей было достаточно. Правда, больше тревожных. Погиб 12-летний школьник. Под Бедногорском волновались люди и спасатели. Эвакуировали и тушили. Потребовалось несколько дней и помощь соседних регионов. Следили за столкновением единороссов и коммунистов в Приморье. А в Оренбурге с постамента удалили Ленина. Символично? Возможно. А еще депутаты местного ЗАГСОБа по традиции поддержали президента по пенсионной реформе. Некоторые расписались в своем бессилии. Но об этом и не только подробнее. Разрывы удалось избежать. В Оренбурге в жилом доме произошел серьезный пожар. Придется сменить сферу деятельности. Ленинский районный суд назначил Наталью Трубачевой за организацию шествия 9 сентября 30 часов обязательных работ. Игры за престол и деньги. Парламентское большинство и оппозиции устраивают противостояние по пенсиям, но идут по одной линии. Приморье встряхнуло и сломало систему? Применим ли сценарий на выборах будущего года? Тем обсуждаем с журналистом Дарьей Беликовой и предпринимателем и с депутатом Госдумы Максимом Щепиновым. С никами Табынской по центру города православные отметили Рождество Пресвятой Благородицы. Чем страшна улица Джаникидзе? Из-за чего две недели не было воды в доме по переулку Банному? И что делать, если у животного обнаружилось бешенство? Сегодня в рубрике дежурный корреспондент. Погибшего ребенка похоронили в Саракташе. Об этом сегодня сообщили ряд интернет-изданий. Подтвердили это и в школе, в которой учился мальчик. В региональном следственном комитете пока не готовы сообщить причину гибели 12-летнего школьника. По информации, которую распространил портал РИИ-56, на теле ребенка следов насильственной смерти не обнаружено. Напомним, трагедия произошла 19 сентября. Мальчик ушел из школы после уроков, но дома якобы не появился. Родители забили тревогу ближе к вечеру. Поисками пропавшего занимались полиция и волонтеры. Ребенка нашли мертвым в районе, где проживала его семья. В социальных сетях бурно обсуждается это происшествие и причины. Домыслы о плохих оценках в дневнике мальчика по телефону опровергла директор школы. Она сообщила, что ребенок был хорошистом, неудовлетворительных оценок в тот день не получал. Следователи пока отвечают, что продолжаются проверки, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы. Поддержали и добавили поправок. На этой неделе депутаты Законодательного собрания области сказали свое слово по пенсионной реформе. Большинством голосов поддержали идею президента Путина. Попытались внести свою лепту. И, видимо, чтобы разделить ответственность к работе, привлекалось экспертное сообщество. Доктора и кандидаты наук написали около полусотни поправок. Добро на повышение пенсионного возраста дали большинству. Депутатов лишь коммунисты демонстративно игнорировали участие в рабочих группах. И на самом неочередном заседании сидели со стилизованными табличками, выражая свой протест. Правда, при обсуждении поправок закона поддержали их, как и либерал-демократы. Сами с тобой выступили за то, чтобы в 50 лет уходили на пенсию не только многодетные матери, но и отцы-одиночки. Чтобы во время учебы было включено в трудовой стаж. Снизить страховой стаж на три года. Мы из меньших зол выбрали наименьшее. И поддержали вот эти послабления хотя бы на этом уровне. Сделали все, что могли. Действия депутатов выглядят вполне логичными в общем тренде на поддержку федеральной власти. Так считает политтехнолог и социолог Валерий Солодкий. Эту тему мы обсуждали в программе «Эхо недели». И вот ее отрывок. Решение принималось на каком уровне? На федеральном. А сейчас пытаются совершить такой двойного уровня финт на местном. С одной стороны, на местном отмазать федеральное руководство. И все это как-то распределить во времени. Вот мы сейчас обсуждаем. Вот может быть у нас появилась надежда. А потом мы, может быть, отправим куда-то наши пожелания. А потом нас с нашими пожеланиями долго будут выслушивать. Вот потом нас продинамит с нашими пожеланиями. И мы когда-нибудь, когда вы уже успокоитесь, объясним вам, что у нас ничего не получилось. Действовать, как указано сверху, с этим согласились и наши эксперты. При этом отметили, что некоторые из обиционеров все же проявили креативность и выделились из общей массы. Мы же видим, как складывались, скажем так, как проходили законодательные собрания в других российских регионах. И везде, как под копирочку, эти инициативы, эти законопроекты принимались, все поднимали руки и говорили о том, что вот вам, россияне, такие льготы. Но у меня, например, вот по этому поводу складывается такой четкий когнитивный диссонанс. Потому что эти же депутаты, эти же депутаты одной рукой нажимают клавишу или поднимают руки у кого как за увеличение пенсионного возраста. И этой же рукой, этой же рукой говорят о том, что мы к пенсионерам добавляем. Что касается оппозиции, все инициативы, они скорее носят лишь какой-то рекомендательный характер. То есть к ним либо прислушиваются, либо нет. И что они могут сделать? Они могут, как в прошлый раз, прийти с какими-то табличками, выразить тем самым свое недовольство. И на самом деле это прекрасно. Это впервые мы видим, что кто-то из нашей оппозиции пришел с какой-то табличкой, с каким-то плакатом на законодательное собрание. За этим интересно наблюдать как минимум. Все остальное, что они могли сделать, думаю, они сделали. Вот конкретно по поводу пенсионной реформы, по поводу тех инициатив, которые они внесли и которые были отправлены. Мы же опять говорим, вот оппозиция, это все достаточно условно, потому что это системная оппозиция. И представители там у нас в парламенте КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия. Это все политические структуры, которые встроены в действующую вертикаль власти. И в принципе играют четко по правилам как раз те, которые спускаются руководством страны. Это люди, которые по большому счету, ну да, там, ну скажем так, с молчаливого согласия которых принимаются в том числе все эти законопроекты. Да, действительно. Непопулярная пенсионная реформа в целом поддержана, но митинги продолжаются. Сегодня акцию протеста организовали профсоюзы в Новотроицке. Завтра в более чем в десятки муниципалитетов проведут митинги представителей КПРФ. А через неделю, 29 числа, они вновь намерены собрать на пикет протестующих в Оренбурге. По одной-двум тысячам противников пенсионной реформы коммунисты собирают регулярно, начиная с июня, как появилась информация о намерении федеральному правительству повысить возраст выхода на пенсию. Сами организаторы отмечают, что к Оренбургской протестной акции готовятся тщательно. Поэтому ее перенесли еще на неделю вперед. Правда, другие оппозиционеры вместе с ними выходить не собираются. Политический пиар, реальный инструмент влияния или четкое понимание своей функции по причинам проведения митингов, о мнении экспертов в этот раз разошлись. Мы же знаем, что закон прошел в первом чтении. А если он прошел в первом чтении, то, вероятнее всего, он пройдет и во втором чтении, и он будет принят. Ты должен делать все возможное для того, чтобы заявлять о своей позиции. Даже если она заранее проигрышная. На то ты и оппозиция, чтобы так себя вести. В этом плане я КПРФ поддерживаю, в плане их выходов на митинги. Ну и плюс, давайте обратим внимание, по сравнению с какими-то прошлыми акциями протеста и митингами, которые организовывали те же коммунисты, там выходит большое количество человек для Оренбурга. Есть люди, которые действительно выходят туда, потому что они против пенсионной реформы. И мы видим это, мы видим, что люди ставят свои подписи. Я была неоднократно на всех этих митингах. Я видела, как люди с удовольствием берут эти бумаги, расписываются, пишут свои данные. Они искренне верят, наверное, в то, что ситуацию еще пока можно изменить. Но я думаю, что КПРФ в этом плане поступает очень правильно. Они работают со своей аудиторией, они показывают людям, что они выходят, и они хотят бороться до конца. Вот почему там коммунисты, грубо говоря, организуют эти митинги? Потому что они оседлали эту тему, потому что эта тема очень выгодна, и потому что эта тема очень понятна нашему современному избирателю и россиянину. И, конечно, когда, грубо говоря, он видит, что определенная политическая сила поддерживает, грубо говоря, человека от народа, и не поддерживает то, что предлагает современная власть, по крайней мере, они открыто об этом заявляют, что мы против повышения пенсионного возраста, они получают потом вот такие дивиденды. Как политическая активность Оренбуржи сегодня может отразиться на событиях в области через год? Об этом поговорим во второй части, а пока к событиям дня. Гадание на картах закончилось трагедией в Ворске. Мужчина жестоко расправился с дамой сердца. Пьяный 40-летний арчанин для убийства использовал топор и нож. Женщина скончалась. Как выяснилось, между парой произошел конфликт из-за того, что она нагадала на картах не то, что хотелось мужчине. Подозреваемого задержали. Свою вину он признал. Ведется расследование уголовного дела. А в Оренбурге серьезный пожар произошел на улице Яицкой, а на трассе возле Дедуровки в тройном ДТП погибла женщина. Об этих происшествиях мы расскажем в рубрике «Ориентировка». Женщина живая. Пульс пробовали? Никто не пробовал. Живая, 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 живая. Под Дедуровкой произошло смертельное ДТП. Столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, водитель, находящийся за рулем Киа, был пьян и не выдержал безопасную дистанцию. Врезался впереди едущий Матис. Машину отбросил сначала на отбойник, и потом на автомобиль ГАЗ, который ехал в попутном направлении. Погибла 59-летняя женщина, водитель малолитражки. Полицейские проводят проверку. В Оренбурге пожарные предотвратили угрозу взрыва. Накануне вечером пожар произошел в частном секторе на улице Яицкой. Три баллона с газом находились в одной из квартир загоревшегося дома. Спасатели смогли их вовремя вынести. Пламя мгновенно охватило дом. В нем проживали две семьи. Но в момент возгорания внутри находился только 18-летний парень. Он успел самостоятельно выбраться. Вот эта квартира сильная. И там пострадали, и вот здесь. Из-за плотной застройки была угроза дальнейшего распространения огня. Буквально вплотную прилегают еще два жилых многоквартирных дома. Хлопки были. Три хлопка сначала были. Мы выбежали, соседка увидела в окно. Мы выбегаем, тут пламя. Она говорит, убираем быстрее машины. Доски начали сюда падать. У нас тут все горит, они тушат с той стороны. Одна машина приехала, один наряд. Мы их начали требовать, чтобы сюда вызвали. Отсюда пламя тушить тоже надо было, чтобы не перекидывалось. Нам повезло, что ветра не было. Огонь повредил кровлю дома, на дворной постройке и личные вещи. На площади около 200 квадратных метров. Казалось бы, пожар удалось ликвидировать, но рано утром вновь возникла угроза. Сегодня утром было опять же возгорание. Хотя вчера мы им говорили, что дым все-таки идет. Но нам говорили, что испарение, там кирпичи дымят. Происшествие обошлось без пострадавших. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Выдвигается сразу несколько версий. Неосторожное обращение с огнем и замыкание электропроводки. Сейчас в данный момент создана комиссия по выявлению причин и уточнению причин данного происшествия. По результатам будет принято решение. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь, мы скоро вернемся. И вновь к новостям. 30 часов обязательных работ. Сегодня с 10 утра Ленинский суд рассматривал административное дело координатора штаба Навального в Оренбурге Натальи Трубачевой. В 4 часа огласили решение. Обязательные работы Трубачевой назначили за организацию шествия против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Участники прошли по-советски от сквера Ленина до Атриума. Всего пришло около 300 человек. Нарушения не зафиксировали. Однако материалы были переданы в суд в отношении Натальи Трубачевой, так как акция не была согласована. Она направляла уведомления и предложили принести мероприятие в другой район города, ссылаясь на то, что на Советской будут проходить мероприятия для участников международного форума «Евразия». Трубачева пыталась обжаловать это решение в суде. Положительного результата это не принесло. Тогда она отправила в администрацию города письмо, в котором сообщила, что раз не предложили альтернативное место, то считает шествие на Советской согласованным. Согласно решению суда, Наталья Трубачева в течение недели должна будет работать там, где определят городские власти. Чаще всего такое решение исполняется в различных управляющих компаниях. Например, наказанием может стать подметание улиц. Адвокат Трубачевой намерен обжаловать решение Ленинского суда. Государственные и муниципальные унитарные предприятия упразднят. Накануне на правительственном заседании был одобрен законопроект о ликвидации и реорганизации мупов и гупов в коммерческие фирмы. Исключения касаются лишь унитарных предприятий, выполняющих оборонзаказы с разрешения президента или кабинета министров. Об этом сегодня сообщают федеральные СМИ. Инициатором упразднения выступила федеральная антимонопольная служба. Как считают ведомства и предприятия, нередко обходят закон о госзакупках. Руководство гупов и мупов передают субсидии под ведомственным предприятиям, которые и совершают закупки. Чаще всего это касается муниципальных и государственных унитарных компаний, которые работают в высококонкурентных сферах. А причина заключается в том, что у нас какие-либо предприятия дают финансирование через муп и гуп, и без торгов некоторые предприятия закупают те или иные вещи. То есть минуя 44, даже 223 ФЗ. Потому что имеются небольшие преференции для государственных унитарных предприятий. Кроме того, ФАС предложила запретить создание новых муниципальных и государственных унитарных предприятий, а уже существующий, но не попадающий под разрешенный перечень было предложено упразднить до 2021 года. Если этого не случится, то антимонопольные службы ликвидируют их по решению суда. Городской администрации нам сегодня сообщили, что пока не готовы комментировать это предложение, как и сообщить весь перечень гупов и мупов, подведомственных в мэрии. Им потребуется время. Однако предположили, что этот закон в первую очередь может коснуться муниципального транспортного предприятия, благоустройства и озеленения. Может, они в другую форму перейдут, может, перейдут они в акционерное общество, может, именно к 2021 году и государство будет предусматривать иные формы образования специальные, то есть поток денежных средств, через которые они будут проводиться. Будет покупать администрацию области или города, а уже потом в пользование будет отдавать в гараж на обслуживание. Напомню, в начале года правительство России и администрация президента поддержали законопроект об опразднении государственных и муниципальных унитарных предприятий в сфере ЖКХ. Его инициатором выступил Минстрой, и уже тогда, под сложившейся ситуацией, выступил замминистра Андрей Чибис. Нам нужно эту вакханалию с долгами мупов и вообще с долгами публичной власти прекращать. Ситуация, когда у мупов гигантские долги и все разводят руками, недопустима. Этот законопроект полностью всеми поддержан. И теперь к самой обсуждаемой в стране теме недели. В Приморье отменили результаты выборов. Такое в России случилось впервые с момента возвращения выборов губернаторов в 2012 году. Затем, как менялась ситуация, какие назывались доводы и озвучивались выводы, следили многие. Кто говорил, что грядут перемены, кто-то называл это недосмотром федеральных властей, а кто и вовсе окрестил события в Приморье не иначе, как выборное чудо. При подсчете голосов после второго тура выборов губернаторов в Приморском крае два кандидата – единоросс Андрей Тарасенко и представитель КПРФ Андрей Ищенко – поставили результаты под сомнение. Обменялись взаимными обвинениями в фальсификации бюллетеней. В КПРФ потребовали публичного пересчета голосов. Была объявлена бессрочная забастовка обманутых избирателей. На это бурно отреагировал Центр избирком. Было решено провести проверку по всем поступившим жалобам. Глава ведомства Элла Памфилова, как сообщает ряд интернет-изданий, комментируя ситуацию на этой неделе, со слезами на глазах высказала обиду за случившееся. Вы знаете, как обидно было. Взяли и перечеркнули всю работу. Столько сделали. Все прозрачно. Идем шаг за шагом. И вдруг раз – и такой удар под дых. Кандидат в губернатор от КПРФ Андрей Ищенко уже заявил, что намерен в суде оспорить решение избиркома об отмене итогов выборов. Ищенко не признает победу во втором туре выборов действующего главы региона Андрея Тарасенко, считая себя фактическим победителем голосования. На всю эту ситуацию мгновенно отреагировали эксперты. И назвали это пощечиной народу, а кто-то – интересным шоу. Сразу и не вспомнить, когда у нас отменяли выборы, тем более из-за фальсификации. Но не все так просто, друзья мои. Кутузов тоже сперва сдал Москву Бонапарту. А что в итоге вышло? История с выборами получилась настолько вульгарной, что даже в Кремле решили, что это перебор. И хотя массовых протестов не получилось, и коммунисты привычно слилить, было принято решение переиграть плохую партию. Но переиграть не значит проиграть. За этим очень интересно наблюдать. Интересно наблюдать за слезами всех людей, которые там плачут на камеру. У нас вообще в последнее время очень интересен этот жанр видеообращений, начиная от нашего главы Росгвардии и заканчивая людьми, которые занимаются выборами в России. Что мы видим сейчас? Мы видим сейчас, что аннулирован и второй тур. И будет третий тур. Что там будет, неизвестно, но это очень интересно. Интересно, кто пойдет на этот третий тур. И пойдут ли вообще нынешние кандидаты Приморья туда. Но что хочу сказать по поводу вообще второго тура как такового. На мой взгляд, второй тур – это всегда проигрыш. Проигрыш нынешней власти, нынешней власти региона. А проигрыш той системы, которая сложилась. Даже если ты поезжаешь во втором туре, ты все равно, ну скажем так, твоя легитимность все равно под вопросом. Это не говорит о том, что население России решило поддержать кандидатов от Компартии или кандидатов от ЛДПР. Нет. Это абсолютно протестное голосование. Полностью, на 100% протестное. И вот те результаты, которые мы увидели, это явное тому подтверждение. Хотя, если бы там победил вот этот человек от Компартии, вот мое мнение точно, что вряд ли что-либо поменялось для жителей Приморья. Потому что, еще раз повторюсь, все эти люди, они структурные, системные, и ничего нового бы там не произошло. Буквально через год выборы губернатора состоятся в Римбужье. Не ждет ли подобной ситуации наш регион? Большая часть избирателей традиционно симпатизирует коммунистам. Область лишь на последних выборах президента вышла из красного пояса. Сместилась с третьего на 16-е место в России по уровню поддержки КПРФ. Об этом в марте этого года с гордостью заявляли чиновники правительства. Однако, опрос наших коллег с сайта Орендей показал, что на сегодняшний день приверженцев идей единороссов и коммунистов примерно равное количество. За предложенные на выборы пять партий за два дня проголосовали около тысячи участников. Голоса в поддержку курса Единой России, КПРФ, ЛДПР, Яблоко и Справедливая Россия распределились по убывающей. Наибольшее количество голосов отдано за единороссов. Ближайшие конкуренты коммунисты отстают лишь на полтора процента. Ситуация близка к результатам губернаторских выборов в Приморье. И хотя год промежуток длинный, но современная повестка может отразиться и на выборной ситуации в Оренбурже, считают наши эксперты. Что касается нашей области и других областей, это все будет через год. Это достаточно продолжительный промежуток времени. И здесь очень важно, действительно очень важно, как будет сейчас себя вести действующая власть. То есть если эта история с пенсионной реформой, с повышением пенсионного возраста будет каким-то образом нивелирована, Потому что, еще раз повторюсь, то, что сейчас произошло, это четкий сигнал. Вот прям четкий сигнал, что население страны категорически против всей этой истории. Если сейчас действующая власть услышит этот сигнал и начнет правильно на него реагировать, то вполне возможно вся эта ситуация с пенсионной реформой в течение года будет нивелирована. Если же этот сигнал не будет услышан и гайки будут закручиваться дальше, то, что касается и повышения пенсионного возраста, и повышения налогов, то я думаю, ситуация и в Оренбургской области, да и в стране в целом, и на выборы губернаторов, и выборы в законодательные собрания различных областей, она может быть очень непредсказуема. В Приморье что произошло? В Приморье не победил единоросс. Но с другой стороны, можно сказать, что в Приморье не допустили до власти коммуниста. Поэтому какие договоренности сейчас есть, а я думаю, что сейчас во всех регионах, в том числе и в Оренбургской области, происходят некие договоренности, где-то там, наверху, о чем нам, наверное, неизвестно, и о чем мы узнаем только потом. Интереснее, наверное, будет наблюдать за этим в начале следующего года, или когда хотя бы будут объявлены выборы губернатора, когда мы увидим тех людей, которые захотят стать губернатором Оренбургской области. Думаю, что Юрий Александрович тоже отчасти хочет принять участие в этой губернаторской гонке, ведь он по закону может это сделать. Поэтому очень интересно, наверное, будет складываться. Но Приморье, безусловно, показало нам всем, и не столько нам, сколько тем людям, которые отвечают за выборы в аппарате президента, что вот такие вот ситуации могут быть. Рождество Пресвятой Богородицы с ликами Табынской Богоматери в руках в Оренбурге прошел очередной крестный ход с самыми почитаемыми иконами в Оренбурге. После молитвы в Никольском кафедральном соборе крестный ход выдвинулся к поклонному кресту Дом Совета, где до 1936 года стоял самый большой в Оренбурге один из четырех в России казанский храм. Возле поклонного креста молебен провел сам митрополит Вениамин. Окропил прихожан Святой Водой в обратный путь. До 1919 года крестный ход Табынской икона был неотъемлемой частью праздника и собирал тысячи людей. В советское время традиция прервалась, а возродилась в начале двухтысячных. В парадных нарядах строим идут священнослужители, за ними сотни прихожан. Рождество Богородицы, праздник сегодня. Вот верующие собрались и идут на крестный ход. Вы с ребенком нашли? Да, чтобы почтить Божью Матерь. И с ребенком? Да, это мой ребенок, дочка, на руках вниз, когда он встает. Надо каждому пойти. Божья Матерь родила нам Иисуса Христа, нашего Спасителя. Поэтому я, как христианка, просто обязана участвовать. Здоровье дают, я прошу, верить нужно. Я много прожила уже. По свидетельству священнослужителей, крестный ход с иконой Табынской Богородицы спас Оренбург от болезни и разорения пожаров. С темным ликом Богородицы оренбургские казаки уходили на войну. Последний раз до длительного перерыва Оренбург встречал подлинную икону из Табыни 21 сентября 1919 года. В 25 километрах от города, у села Неженка, на священников напали красные кавалеристы и разбили икону. Образ подобрали войска Александра Дутова. С ним икона ушла в Китай, где следы ее теряются. Однако сотни образов Табынской Богородицы со всех оренбургских храмов ежегодно проносятся по городским улицам в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. И теперь к народным новостям. Кого боятся жители на улице Орджоникидзе? Что делать, если у домашнего животного обнаружили бешенство? И сколько нужно ждать, чтобы в дом вернулась вода? Ответы на эти вопросы сегодня в рубрике «Дежурный корреспондент». Ребенок ходит с палкой в школу, чтобы отбиваться от собак, рассказывает Оренбурженко Оксана. На улице Орджоникидзе, 226, возле 17-й школы, стая собак держит страхи местных жителей. А родители боятся за детей школьников, которые каждое утро могут пострадать из-за бездомных животных. В мэрии напомню, для того, чтобы решить эту проблему, местным жителям нужно позвонить на телефон администрации города по номеру 304040 и оставить заявку. Проблему рассмотрят и решат в ближайшее время. Диагноз – бешенство. Житель села Нижняя Павловка обратился в редакцию жалобы на сотрудников ветлаборатории на улице Орджоникидзе, которые сказали ему самому утилизировать труп его собаки на скотомогильнике, которая могла быть переносчиком бешенства. Мужчина все так и сделал, но сомневается, что именно он должен заниматься этим, а не сотрудники ветеринарной лаборатории. Мы обратились в областное управление ветеринарии, чтобы узнать, кто ответственен за утилизацию трупов животных, которые были больны бешенством. Нам ответили, что за утилизацию биологических отходов животного отвечает сам хозяин. Если вы попали в налогичную ситуацию, вы должны обратиться в ветеринарное учреждение, сдать на анализ биологический материал животного, и если диагноз бешенства подтвердится, то вы самостоятельно утилизируете труп животного на скотомогильнике, адрес которого вам сообщат ветеринарные лаборатории. Две недели без воды жила Надежда Владимировна в своем доме по переулку Банному. Горожанка обратилась в редакцию накануне. По ее словам, вода исчезла из дома и за строящейся рядом новостройки. Мы обратились за решением проблемы к прорабу Александру. Он отвечает за строительные работы, которые ведутся возле дома Надежды Владимировны. Специалист уверил нас, что вода в доме есть, а воспользоваться ей женщина не может из-за неисправных кранов. Но нам вы обещали разобраться с проблемой. Сегодня позвонили Надежде Владимировне вновь и узнали, что вода в доме появилась. Теперь все в порядке. Звоните и вы, если не можете решить проблему самостоятельно, или у вас есть интересные новости. Телефон увидите на экране. Есть информация об отключениях. В несколько дней без горячей воды придется обходиться жителям района Малой Земли. Причина отключения – плановой работы по подготовке к отопительному сезону. С понедельника, 24 сентября по 26 горячей воды не будет в домах по улице Новой, Пролетарской, Юркино-Народной, Полтавской и по проезду Нижнего. Дополнительная информация доступна по телефону контакт-центра 543-991. И к этой минуте пока все, но не все на сегодня. Итог дня мы подведем в 22.55. Оставайтесь с нами и хорошего вам вечера. Субтитры предоставил DimaTorzok Ночью плюс 5 – 7 градусов, днем плюс 19, плюс 21.